Доброе утро, уважаемые радиослушатели и телезрители. В эфире программа «Кеван» и я, ее ведущая, Наталья Сметанина. Мы работаем в прямом эфире, с нами работают режиссеры прямого эфира Мария Новгородова и Николай Слепсов. Сегодня у нас в студии гость Вячеслав Иванович Шадрин, вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Республики Саха-Якутия. И говорить мы будем о третьем съезде Чукчей Республики Саха-Якутия. Доброе утро, Вячеслав Иванович! Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители! Вячеслав Иванович, вы поздоровались на всех языках коренных народов нашей республики. Мы работаем, дорогие телезрители и радиослушатели, мы работаем в прямом эфире. Вы можете к нам присоединиться по номерам телефонов 320066, 321166 и задавать свои вопросы Вячеславу Ивановичу Шадрину. Вячеслав Иванович, село Колымское у нас в республике единственное место компактного проживания Чукчей. Да, так. И при этом, если у нас по переписи Чукчей где-то около 700 человек в нашей республике, чуть более 700, то большинство из них, абсолютное большинство, 600 с лишним человек проживает именно в селе Колымское. Поэтому неудивительно, что все съезды Чукчей нашей республики проходят в этом селе. В этом году состоялся у нас третий съезд Чукчей нашей республики. Вячеслав Иванович, я помню село Колымское, моя первая командировка. Это было ровно 30 лет тому назад. Мы с вами там были в этом селе, работали. Время так быстро пролетело. Но я до сих пор помню тепло от добродушия, приветливость жителей Колымского. И было ощущение, что я нахожусь в каком-то другом государстве, потому что все разговаривали на родном чукотском языке. Сегодня как обстоят дела у Чукчей и Колымского? Ну вот, вначале я хотел бы сказать, что Чукчей один из тех народов, Чукчей Якутии, который сохраняет свой традиционный образ жизни. И их такое базовое предприятие, кооператив община Турваургин, он является одним из ведущих оленеводческих хозяйств нашей республики. И сохраняет этот статус на протяжении своих последних 20 лет. И, с другой стороны, село Колымск очень уникально своей полиэтничностью. Несмотря, казалось бы, на такое, что из почти 800 человек населения 600 это Чукчей, тем не менее, оно многонационально. В этом селе помимо Чукчей проживают юкогиры, эвены, русские, якуты. И поэтому очень такой соответствующая аура. С точки зрения оленеводства хотел еще сказать о том, что, наверное, один из секретов именно сохранения вот такого численного состава оленей, сохранения оленеводства именно как образа жизни, в том, что они сохраняют оленеводство в том числе вот на каком-то своем родовом, семейном уровне. Практически вот те стада, которые у них есть, бригады, они основаны на этом семейно-родовом принципе. И поэтому вот им удается не только вот сохранять само оленеводство, но сохранять традиции и передавать их от старших по поколению к младшим. Но, тем не менее, село Колымск очень ярко отражает все те проблемы нашего севера. С одной стороны, это очень уже обветшалая социальная инфраструктура. Старая школа аварийная, аварийные здания СДК, сельского дома культуры, старый детсад, дома, которые построены, скажем, 30-40, это самые новые дома, а большая часть жилфонда, это уже более чем полстолетия тому назад построенные. С другой стороны, село Колымское одно из сел, которые постоянно подвергаются наводнениям, затоплению. И очень идут сильно процессы эрозии берега, разрушения берега. И поэтому вот часть поселка стоит уже под угрозой смыва. И поэтому этот вопрос тоже достаточно актуальный для людей. Ну и третья проблема, она актуальна для всех наших народов, это проблема глобализации, потери языка. Она тоже касается и чукотского народа. Если вот 30 лет назад, да даже 20 лет тому назад, чукотский язык был в ходу, и он активно применялся в бытовом общении, то на сегодняшний день молодежь и дети уже в основном общаются на русском языке. И это вот отражает вот все те процессы, которые у нас идут. И это несмотря на то, что чукотский язык изучается в школе. Казалось бы, хорошей сохранности оленеводства, то есть база вроде бы функционирования языка есть. Но вот эти вот процессы, они продолжаются. И именно вот эти вот все вопросы, они являлись основными для обсуждения, в принципе, и на первом, и на втором, и вот нынешнем третьем съезде. Конечно, надо просто сообщить о том, что условия проведения съезда, конечно, они были отекущены вот теми ограничениями, которые вот последний год дала нам пандемия коронавируса. Мы неоднократно вот говорили и сообщаем о том, что съезд, он был отложен с прошлого года. В этом году, когда ситуация немножко улучшилась, до вот следующей такой вспышки, которая у нас произошла вот этой весной, уже был поставлен вопрос о том, что этот съезд можно провести, мы можем провести ее в очно-заочном порядке. Вот сразу вставили вопрос. Ну и второй вопрос, очень такой особенный, с самого начала, который был поставлен, чтобы все делегаты съезда, они были привиты, чтобы прошли определенные мероприятия такого порядка, чтобы максимально обезопасить жителей самого села, обезопасить жителей и района, чтобы съезд не стал толчком или какой-то базой распространения этого заболевания. Это обязательно, да. Вячеслав Иванович, а сколько делегатов принимали участие очно-заочно в съезде? Вот, ну, у нас обычное количество делегатов, вот я скажу, на первом и втором съезде у нас, если на первом было почти 80 делегатов, на втором съезде было больше 60 человек. В этот раз вот с учетом всех ограничений у нас было 38 делегатов. Мы ограничили резко участие вообще делегатов не из села Колымского. Из поселка Чешский было несколько делегатов, но они тоже участвовали строго, только те, кто или переболевшие, или вакцинированные. Из города Якутска также были ограничения введены. Работа у нас была, вот, самого съезда построена, вот с учетом этого, как бы была разделена на три части. Первая часть, она была практически, вот, первый день, он проходил в пятницу 11 апреля, и в основном он проходил в заочном порядке, то есть вот ограниченное число делегатов самого Колымского принимало участие, и по виде конференц-связи было организовано совещание у заместителя председателя правительства Никифорова, на котором вот Михаила Викторовича, на котором обсуждали вопросы социально-экономического развития села Колымска и Нижнеколымского района. И после обеда состоялось тоже в режиме ВКС, в виде конференц-связи, заседание у заместителя председателя государственного собрания Илтумен нашей республики Виктора Николаевича Губарева по обсуждению блока социальных вопросов. Это образование, культура, здравоохранение, тоже было очень много вопросов. И вот опять-таки проведение съезда в таком формате, оно показало те проблемы, которые у нас есть, хотя бы в вопросе цифрового неравенства. Несмотря на то, что съезд готовился заранее, несмотря на то, что мы знали, несмотря на то, что были приложены определенные усилия, чтобы было обеспечить канал, связь, тем не менее первое заседание, жители, делегаты съезда не смогли полноценно принять в нем участие. В итоге ВКС как таковой не состоялся у нас, жители смогли принять в нем участие только по телефону, но тем не менее разговор состоялся. А вот после обеда уже с учетом того, что как бы утреннее заседание как прошло, после обеда уже ВКС удалось наладить, и это показало, что возможно все-таки для наших сел такое организовывать. Жители уже от второго заседания, когда они видели лица уже выступающих, они получили уже удовлетворение, и было очень много вопросов, которые вскрыли вообще ту проблему. В основном говорили о здравоохранении, это, конечно, очень актуально в наших условиях, именно показывали доступность здравоохранения, всех видов медицинской помощи вот для таких удаленных сил. И в очередной раз говорит о том, что надо уделять очень много времени, то есть внимания, времени, прилагать усилий именно для повышения качества жизни, основой которого именно является здоровье людей. Да, есть такое. Не было ощущения, когда вы разговаривали с населением, что люди заброшены, покинуты, или они оптимисты все-таки? Ну, вот село Колымское обладает какой-то определенной такой аурой. Вот при подготовке к самому съезду, вот мы Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Республики Саха-Якутия, несколько раз вот в течение последних двух лет фактически, мы вели подготовку, обсуждали запросы, письма и так далее, писали. И у нас мы били иногда такое в набат и говорили, товарищи, уже проходит третий съезд, мы готовимся к третьему съезду, а фактически отчитываться нечем. То есть село, вот власти у нас всегда говорят о том, что будем поддерживать те районы, те наслега, то население, которое работает, которое сохраняет производство, которое делает что-то. И в какой-то степени, наверное, власти в этом правы, что должна быть какая-то отдача от тех усилий Республики, в том числе и так далее, по поддержке в том числе традиционных отраслей. И вот тут у нас противоречие возникает. Село Колымское и Турваурген, это одно из тех хозяйств, которые являются товарным. Их всего два у нас в Республике. Это Турваурген и Табаяна. Причем Турваурген, он последние 10 лет является товарным, который проводит забои оленей, мяса и так далее. И, казалось бы, уровень жизни оленеводов там должен быть выше, чем тех хозяйств, где, извините, нет никакого просто лишь госсубсидий, направленных только лишь на поддержку, сохранности хотя бы поголовья. Но это в реальности не происходит. В реальности, к сожалению, вот эта вот товарность этого хозяйства не на пользу хозяйству, а как какой-то камень, гирь какая-то, который вот сдерживает их и не позволяет расти их в благосостоянии. Спасибо, Вячеслав Иванович. Уважаемые радиослушатели и телезрители, мы уходим на небольшую рекламу, встретимся во втором блоке. Добрый день, уважаемые радиослушатели и телезрители. В эфире программа «Геван» и я, ее ведущая, Наталья Сметанина. Мы работаем в прямом эфире. Сегодня у нас в студии Вячеслав Иванович Шадрин, вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Республики Саха и Якутия. Еще раз напоминаю, номера телефонов прямого эфира 32-00-66, 32-11-66. Вы можете задать интересующие вас вопросы Вячеславу Ивановичу. А говорим мы сегодня о третьем съезде Чукчи Республики Саха и Якутия. И я хотел еще раз подчеркнуть, что, наверное, основной вопрос был сохранение и развитие оленеводства как основы сохранения языка, культуры чукотского народа. И это было в основе. И я вот закончил вот буквально предыдущий выпуск тем, что, казалось бы, несмотря на столь хорошие результаты, и что община Турваурген является всего лишь одной из двух товарных хозяйств нашей республики, оно было первым вообще товарным хозяйством, тем не менее уровень жизни оленеводов остается очень низким. Даже ниже, чем во многих других районах. Несмотря на то, что, казалось бы, они ведут дополнительные забои оленей, которые вот на продажу мяса и так далее. И вот то, о чем мы говорили на съезде, вот как раз развитие фактурий, вот этих вот логистических центров, которые будут, как бы сказать, закупать, то есть забирать это мясо и так далее, оно как раз направлено на то, чтобы поддержать товаропроизводителя, чтобы уменьшить ту нагрузку расходную, да, на тех наших сельхозпроизводителей, которые что-то производят. У нас же очень мало таких производителей. И я надеюсь, что вот тот разговор, который состоялся на съезде об этом, да, оно все-таки даст вот тот толчок, чтобы поддержать наших товаропроизводителей, особенно в сельском хозяйстве. Вячеслав Иванович, сейчас полным ходом идет оформление представителей коренных малочисленных народов Северо-Сибири и Дальнего Востока в единый реестр. Насколько возможно с Чучукчей-Колымского попасть в этот реестр? И еще раз, наверное, для наших слушателей напомним про единый реестр. Да, вот мы на съезде это тоже обсуждали, тоже в рамках съезда и мероприятий мы проводили наподобие что-то семинара, то есть разъяснения по заполнению. Очень такая бюрократизированная система. Там необходимо заполнение документов, скажем так, на сайте Федерального агентства по делам национальности, на сайте нашего Министерства по развитию Арктики и делам народов Севера, на сайте нашей Ассоциации коренных малочисленных народов Север нашей республики вы можете найти документы по учету коренных малочисленных народов Севера и как зайти. Там есть формы заявлений, есть рекомендации, есть образцы. Всегда задают вопрос, а для чего это нужно? В первую очередь для того, чтобы пользоваться теми правами, которые предоставляет федеральное законодательство. Я вот всегда, когда рассказываю, я останавливаюсь на пяти основных каких-то таких моментах. Во-первых, ну кто-то говорит о льготах, я говорю о правах. В первое, это возраст выхода на пенсию, он остался для представителей коренных малочисленных народов Севера тот же самый, что и раньше. То есть 50 лет для женщин, 55 лет для мужчин. Второе, ну это вот в тех местах традиционного проживания, традиционной хозяйственной деятельности наших народов. То есть не в городе Якутске? Вот это вот вопрос очень сложный, везде говорится о том, что оно как бы должно быть в местах традиционного проживания. Но я думаю, мы сразу так предупреждаем, и это очень сложный такой вопрос. Второй момент, это вот бесплатное лекарственное обеспечение. Оно у нас сохраняется, продолжает развиваться. Я думаю, что оно будет так же идти, как было. Третий, это доступ, обеспечение приоритетного доступа к биоресурсам. Это охота, рыболовство. Я имею в виду именно традиционная охота и традиционное рыболовство для самообеспечения, для котлового своего питания. Там есть до сих пор очень много вопросов. Тем не менее, вот это право для коренных малочисленных народов Севера, оно и есть. Четвертое, это альтернативная гражданская служба. То есть, в принципе, представители коренных малочисленных народов Севера, они могут не идти в армию служить, а могут пройти альтернативную гражданскую службу. Однако этим правом у нас в республике еще никто не воспользовался. Наши ребята предпочитают идти и служить в армии. Ну, в первую очередь, наверное, потому что срок этой гражданской службы почти в два раза дольше. Это, во-первых. Во-вторых, все равно очень высокий уровень ответственности нашей молодежи, которые именно стремятся все-таки пройти военную службу. Ну и пятое, пока она больше у нас такая, скажем, перспективная, мы все время ставим вопрос о возвращении социальной стипендии для студентов из числа коренных народов Севера. В этом году подвижки какие-то пошли, но это в первую очередь пока касается только Института народов Севера имени Герцена в Санкт-Петербурге. Мы же ставим вопрос, чтобы вот эта стипендия вернулась в том числе и в наши учебные заведения, которые есть в нашем городе Якутске. Для того, чтобы встать на учет, необходимо заполнить вот заявление. Оно на 11 страницах, очень много нужно данных, надо иметь под рукой паспорт, ННС, НИЛС. Все надо заявлять, то есть заполнять, все нужно строго по паспорту. И вот здесь вот очень много нюансов возникает. Там у нас написана прописка, например, написано «С.Нелемне», значит, так и надо писать, не надо писать «Село Нелемне». Есть там, например, такие моменты на первой странице, к какому народу вы относитесь. И вот тут вот люди, вот этот вопрос, как ставят наших людей, вопросы какие-то ставят перед нашими людьми. Очень часто мы вот в ходе семинара выясняем, что люди пишут «Эвен Кийка», «Юка Гирка» или еще что-то. А вот в рекомендациях написано, что вы должны написать, как называется или как этот народ нас внесен в реестр народов. Эвенские народы. Нет, должно быть написано «Эвены», «Эвен Кийка Гиры». То есть вопрос не о том, кто вы, а к какому народу вы относитесь. То есть и вы должны написать «Эвен Кийка Гиры», «Юка Гиры», «Чукчи», «Долганы». Это пункт 1.10 этого заявления. Он очень всегда вызывает вот такие вот моменты. Ну, вторая страница, она вот посвящена как раз адресам. То есть там есть тоже, опять-таки, к сожалению, очень многие наши люди, оказывается, не знают код нашей республики. У нас код нашей республики, для тех, кто нас слушает, 14. Там есть пункт 2.1.2, 2.2.2. И там вот код республики. Там надо писать 14. Это первое. Второе. Первое. Вот 2.1, это касается ваших данных по прописке. А 2.2, оно касается вашего фактического места проживания, пребывания. То есть у нас очень часто есть такое, что, например, студент прописан в районе, а проживает в городе Якутске. Значит, первая часть заполняется по прописке, вторая часть по фактическому месту пребывания. Третья страница – это данные о ведении традиционного образа жизни. И я вот всегда всем настаиваю на том, что вы ведете традиционный образ жизни. Вот даже вы, Наталья, когда скажу, что вы напишете, вы скажете, а как, я же живу в городе. А я тут же задаю вам вопрос. А вы по ягодах не ходите? Хожу. А рыбу вы едите? Я сезонно кочующий. Вот, тем более, тем более. То есть и там вот как раз на третьей странице, это страница В, там задается вопрос 3.1. Ведете ли вы традиционный образ жизни? И я всем говорю, вот 3.1.1, пишите, выбирайте «да», в том, что вы ведете. А вот 3.2 пункт, там уже начинается пояснение, которое вас спрашивает, является ли для вас традиционный образ жизни подсобным? Вот тут вот вы, как, например, живя в городе, действительно он для вас не постоянным является и только временным. И вот тут вот вы в 3.2 пишете 3.2.1, выбираете пункт «да». Это, то есть для вас является подсобным. А для тех, кто, для тех, кого это действительно является работой основной или образом их жизни, то есть это те, кто оленеводы, охотники, рыбаки, которые являются работниками своих хозяйств и так далее, они должны уже в 3.2.2 выбирать графу «нет». То есть для них это является не подсобным, а основным. А абсолютное большинство, где-то, наверное, процентов 90 наших людей, наверное, там везде должны в 3.2.1 написать «да», что это подсобное хозяйство. Ну и в пункте 3.3 там уже есть перечень этих видов традиционной хозяйственной деятельности согласно распоряжению правительства Российской Федерации. Все 13 видов есть. Там, начиная в том числе и рыболовство есть, и оленеводство есть, в том числе переработка мяса есть, например, продукции. Есть, например, такие пункты, как собирательство. И даже пункт 3.3.12, например, это национальное шитье. То есть даже если вы живете в городе, шьете национальную одежду и так далее, тоже это является формой выражения вашей традиционной хозяйственной деятельности. Ну и там запрашиваются, вот в этой заявлении запрашиваются данные для тех, кто, например, работает непосредственно в предприятиях, которые занимаются традиционными отраслями. Это вот на четвертой странице. И если вот вы являетесь работниками кооператива наших ПК, производственных кооперативов или наших общин, может быть, МУПов, ГУПов, то те они ставят и заполняют этот участок. Те же, которые не являются этими работниками, например, являются учителем, дизелистом, или в городской среде проживают, там, в поселковой какой-то, то они уже выбирают, его просто не оформляют никак, оно остается пустым. И на этой же четвертой странице данные о членстве в общине. И вот я всем опять еще раз говорю. Уважаемые друзья, у нас община двух видов. У нас очень много, о которых мы говорим, община. Вот, например, община Турваурген. Но юридическая ее форма – производственный кооператив. То есть вот здесь вот никак нельзя, вот на четвертой странице ее, вот именно во второй части членства в общине Турваурген никак не отражается. Нельзя. То есть это совсем другая форма. Здесь она касается только тех членов общин, да, и... Семейных. Которые являются СОНКО, некоммерческими организациями и зарегистрированы в Министерстве юстиции. Только вот эти некоммерческие организации, общины, которые имеют статус СОНКО, вот именно они должны быть, только они указывают здесь свое членство. И вот обращая на это внимание, потому что были опять такие моменты, когда наши люди заполняли, например, я же член общины Теки Адулок в Неллимном, мне человек говорит, и заполняет его. А я говорю, нет, у нас Теки Адулок, община, она имеет статус сельскохозяйственного производственного кооператива. И поэтому второй вот раздел, вот именно членство общины, вы его не можете заполнить. И поэтому, хотя у нас СОНКО достаточно много в республике, больше 150, тем не менее абсолютное большинство наших представителей коренных малочисленных народов Севера не являются членами вот именно таких форм общины, именно как общин СОНКО. Будьте очень внимательны при заполнении этого, потому что если вы заполните здесь и потом окажется по данным Министерства юстиции, что ваша община не является, не введена в реестр СОНКО, то это могут быть интерпретированы как неверные данные, и на основе этого может быть отказ. То есть могут возвращать документы? Вот насчет возврата я не знаю. Вот мне задают вопрос, а как мы документы эти подаем, да? Я всегда всем говорю, есть три формы подачи документов, да, по закону, которое определено. Первое – это непосредственно само агентство по делам на СНОКО. Второе – это по почте, и третье – через систему МФЦ. Спасибо, Вячеслав Иванович. Мы уходим на небольшую рекламу. Встретимся через несколько минут. Добрый день, уважаемые радиослушатели и телезрители. Мы приветствуем вас в прямом эфире программы «ГЕВАН». Вы можете к нам присоединиться по номерам телефонов 32 00 66, 32 11 66. У нас сегодня в студии Вячеслав Иванович Шадрин, вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Республики Сахай-Якутия. И говорим мы о третьем съезде Чукчи-Якутии. Вячеслав Иванович, как так получилось, что Чукчи у нас в республике живут только в одном селе? Колымское. Как так исторически сложилось, что они остались только в этом селе, их человек 800 только, и как они сохранили свою идентичность? Ну, это вопрос очень такой сложный, исторический. Связан, наверное, если вглубь истории пойти. Когда-то, в принципе, мы с Чукоткой административно были одним регионом. Якутия, я имею в виду. И даже на начальном этапе советской России, когда еще советская власть только устанавливалась, у нас также были пока единые как бы системы. Это потом уже, когда началась установка границ и так далее, тогда уже Чукотку отделили. Ну, исторически, конечно, на Колыме Чукчи были. Они были и, скажем, в том числе, и очень такой, если в древность пойти посмотреть, очень интересные такие были проходы исторические, скажем. Хотя это не историческое место проживания Чукчи. А тем не менее, мы знаем о том, что они достаточно сильно распространялись. Скажем, тысячи лет тому назад, наверное, основной преградой для распространения Чукчи тогда не были таким крупным народом и так далее. Для них, наверное, основной преградой для их расширения и так далее был тогда юкогирский этнос, который был мощный. И весь северо-восток России закрывал от Лены. По Чукотку включительно проживали вплоть до Аннаторя. Однако, вот когда с приходом русских, когда, скажем так, хребет юкогирского этноса был надломлен, когда были принесены эпидемии, и большая часть юкогиров исчезла, вот тогда пошел резкий такой рост чукотского этноса, и он начал распространяться. И мы знаем о том, что как молодой этнос, он оказал очень большое сопротивление российскому государству. Это единственный народ, который дал отпор, вот скажем тогда, вот этим командам казаков и так далее, которые шли. И Россия, Российская империя пошла даже на заключение мирных договоров. И в итоге Чукчи только лишь в конце 19-го, то есть во второй половине 19-го века, как бы РМ Амвраургин, как бы уже добровольно, то есть заключил такое соглашение о добровольном вхождении Чукчи в состав российского государства. Очень гордый и красивый народ Чукчи. Да, они очень всегда такой молодой, такой пассионарный народ. И вот даже вот сохранение своих традиций, своего хозяйственного уклада и так далее, это показывает. И они вот тогда очень сильно начали распространяться. Вот в начале 20-го века именно вот чукотское крупностадное оленеводство, оно начало расширяться вот все дальше и дальше на запад. И вот настигло наших границ, и вот они такой вот плотным преобразованием уже колхозов и так далее, вот уже появились эти чукотские хозяйства, вот Турваургин в том числе. А сейчас уже вот они так проживают, очень сохраняют себя, и при этом очень такой свой диалект чукотского языка у них сохраняется. И они сохраняют свою идентичность и сохраняют свои связи с чукоткой. Вот об этом я вот хотел бы сказать, что вот в программе нашего третьего съезда вот были несколько мероприятий, связанных вот как раз по укреплению связей со своими сородичами. Вот проходил в том числе вечер дружбы, приехала очень большая делегация из Кепервейма, с Певека, с Билибина, с Самолона. Приехали чукчи, которые поддерживают, которые очень тесные родственные связи со своими сородичами. Вячеслав Иванович, у нас звонок в студию. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте, говорите. Алло. Да, да, здравствуйте. Здравствуйте. Угу. Кая? Алло. Алло, из Табит, ага. Здравствуйте. Дараба, дараба, ага. Алло, из Табит, ага. Демин, вопрос первый. Спасибо. Вы поняли, да, вопрос? Да, Демин. Я отвечу по-русски. Дело в том, что действительно за последние несколько лет очень большое внимание к Артике, и очень много документов стратегического развития принято и на уровне России, и на уровне нашей республики. Однако вот я всегда вот говорю свое немного такое негативное отношение к этим документам, потому что в основном, в первую очередь, развитие направлено на поддержку промышленности и разработок наших полезных ископаемых. Я вот всегда говорю о том, что иногда в наших местах добыча полезных ископаемых, то есть вообще наличие этих полезных ископаемых, скорее проклятие, чем богатство. И всегда вот говорю, вот даже те же самые стратегии, которые приняты, они написаны таким образом, как будто язык, как будто 50 лет тому назад написан, что основное внимание промышленности, основное... Но мы этот процесс остановить не можем, то есть несмотря на связь в своем. И наша задача максимально постараться повернуть все-таки на пользу наших людей. Вот когда вот в прошлом году обсуждался вопрос о поддержке предпринимательства в арктической зоне Российской Федерации, мы с самого начала поставили вопрос о том, что там совершенно ничего не сказано о традиционных отраслях, о поддержке народов севера, и чтобы вот этими налоговыми льготами, эти налоговые льготы также могли распространяться на наше хозяйство. И удалось добиться вот нашим депутатам, в том числе Голомаревой и Елене Христофоровне, добиться внесения изменений. И в частности там как раз наконец-то в тексте документа вот этого, который потом был принят летом прошлого года, был принят о том, что пункты о поддержке традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов севера, Сибири и Дальнего Востока, были внесены пункты о том, что и хозяйства наши могут быть резидентами арктической зоны и пользоваться теми налоговыми льготами. И был снижен порог, вот те, кто может стать резидентами, до 1 миллиона рублей. Первоначально был порог вообще в проекте заявлен 500 миллионов, и понятно, что ни один из наших хозяйств не могло бы претендовать. А сегодня вот 1 миллион это в принципе та сумма, которая укладывается в суммах поддержки, например, где-то хозяйства, которые имеют хотя бы 200 линей. То есть уже можно претендовать на получение какого-то статуса. Но мы работаем над этим. Большая ассоциация коренных малочисленных народов севера, республики Саха-Якутия, мы видим очень большую, так сказать, принимаем большое участие, активное участие в этом законотворческом процессе, как на республиканском, так и на российском уровне. И за эти годы, как раз даже за последний год, мы сколько обсуждали этот вопрос об учете КМНС. Изначально мы были против. Первоначально ставился вопрос, чтобы ввести в учет только лишь лиц, которые ведут традиционный образ жизни, вообще понятие традиционного образа жизни и так далее. И вот благо наши замечания были учтены, и сейчас все представители КМНС могут войти, учитываться в этом. Хотя я изначально всегда говорю, по Конституции каждый человек в праве имеет право свое волеизъявление по своей национальной принадлежности. И никакое агентство, там, ФАДН, не имеет права ему отказать в этом. Это конституционное право каждого. Но, тем не менее, закон принят, и мы работаем в том правовом поле, которое есть. И наша задача, конечно, максимально защитить. Сегодня промышленное свое неактивно идет, особенно нашей западной, северо-западной части, там, и Оленюкский район, и Анабарский район. Но оно идет и дальше, вот Булунский, Жиганский район захватывает, идет дальше, вот уже началась геогоразведка, активно идет уже и в том числе даже в наших восточных районах, вот началось уже и в Нижнеколымском районе. И население очень сильно обеспокоено. Мы обеспокоены продолжающимися экологическими эксцессами. Вот Норильский никель это показал, по нему принято решение, а вот, например, те же самые проблемы, которые с Аллуросом случились, об этом почему-то у нас, к сожалению, никаких особых решений не принято. Мы настаиваем на том, что должно быть очень жесткое экологическое, во-первых, законодательство, штрафы и так далее, и очень жесткий экологический надзор за всем, что у нас происходит, особенно с участием местного населения. Это главнейшие условия, чтобы сами жители, сами наши общины и муниципалитеты в том числе принимали активные участие в надзоре за реализацией всех промышленных проектов, которые идут у нас. Ну, вернемся к нашему съезду. Да. Вячеслав Иванович, каждый год, каждый съезд принимается резолюция. Это рабочий документ съезда, где высказаны, прописаны все чаяния, желания, просьбы Чукчи, допустим. Да. Насколько были предыдущие резолюции отработаны, и насколько они возлагают надежду, что нынешняя резолюция не останется обычной бумажкой простой? Вот мы начинали разговор о том, как настроение людей, верят ли и так далее. Я говорю, что проведение таких съездов – это очень, с одной стороны, мощный толчок не только для местного населения, которые для них – это определенная трибуна, возможность заявить. Потому что, знаете, издалека так, да, в селах достучаться до власти бывает очень сложно. И вот съезд позволяет иногда вот такой вот сделать мост какой-то. Люди имеют возможность поговорить напрямую с представителями власти. Вот, например, в работе съезда принимал участие министр по развитию Арктики и делам народов Севера Владимир Николаевич Черноградский. Были представители Министерства сельского хозяйства, Министерства жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, транспорта и связи. Ну и разные представители были. И люди имели возможность напрямую с ними общаться. И, конечно, вот в рамках проведенных мероприятий резолюция принята. И эта резолюция – это документ, который позволяет поставить задачи, которые поставить перед властями. И уже первые шаги сделаны. Уже проведено совещание в Никифорово по результатам этого съезда. И сейчас мы разрабатываем план мероприятий. Спасибо, Вячеслав Иванович. К сожалению, эфир у нас заканчивается. Думаю, мы еще встретимся и поговорим подробно о всех наших вопросах. Спасибо. До свидания. До следующей встречи.